26 января 1943 года лондонская полиция обнаружила на заброшенном складе возле вокзала Кингс-Кросс умирающего бездомного мужчину. Его доставили в госпиталь, но поздно. Несчастный скончался. Проведенное затем обследование показало, что он отравился крысиным ядом, который случайно съел в поисках пропитания, после чего упал откуда-то с высоты. МИСТИФИКАЦИИ 30 апреля 1943 года труп на подводной лодке перевезли в Кадисский залив возле испанского города Уэльва и выбросили на берег. Утром его нашел местный рыбак. Бывший бездомный был одет в форму офицера королевской морской пехоты и имел при себе удостоверение на имя Уильяма Мартина. В его карманах для пущей достоверности лежали билеты лондонских театров, уведомления британских банков и даже фотографии невесты и чек о покупке обручального кольца. Но самое главное, к руке мертвеца был прикован наручниками чемодан. В нем обнаружились документы, а среди них письмо с грифом «Совершенно секретно», в котором сообщалось, что союзники намерены вторгнуться в Грецию, при этом делая вид, что собираются высаживаться на Сицилии. Испания, формально соблюдавшая нейтралитет, была наводнена резидентами германской разведки. Очень скоро о находке стало известно руководство Рейха. И оно клюнуло. К тому же англичане запустили газетную утку, что самолет, на котором якобы летел несуществовавший в реальности офицер Мартин, был сбит над морем, и обратились в испанский МИД с официальным запросом на возвращение тела. Ну а травмы погибшего как раз соответствовали падению с высоты. «Фар заглочен вместе с грузилом и поплавком!» — такую телеграмму с отчетом об успехе операции получил Уинстон Черчилль. Гитлер, как и ожидалось, бросился экстренно укреплять позиции в Греции, распорядившись отправить туда несколько свежих дивизий. Настоящая же цель союзников — Сицилия — осталась почти беззащитной. Именно с этого итальянского острова и должен был начаться решающий этап Второй мировой войны — освобождение Европы. Сицилия Сицилия была избрана в качестве цели еще на конференции Рузвельта и Черчилля в Касабланке в январе 43-го года, когда победа в Африке была уже делом почти решенным. Главным идеологом высадки именно на этом острове, а не, скажем, во Франции, на чем настаивал Сталин, был британский премьер. Он утверждал, что немедленная высадка во Франции привела бы к бесполезному истреблению войск на берегах канала только ради того, чтобы рассеять советские подозрения. Захват Сицилии — другое дело. Победа в Италии разовьет достигнутый в Африке успех. Она еще больше укрепит мощь союзников в Средиземном море, предоставит союзникам авиабазы для бомбардировок Италии и, возможно, даже сможет оттянуть часть немецких войск из России. Сталин не поддержал сицилийский план и всячески демонстрировал, что самовольное решение таких вопросов западными союзниками ставит под угрозу доверие внутри коалиции. Высадка в Сицилии означала, что советскому народу предстоит еще одна голодная зима, а Красная Армия еще как минимум 10 месяцев почти в одиночку будет сражаться с Гитлером на суше. Ведь путь от юга Италии до Берлина намного длиннее, чем путь от берегов Нормандии. Но к возражениям СССР союзники не прислушались. Подготовка к высадке, включая операцию по дезинформации Гитлера, шла полным ходом. В конце концов, Сталин смирился. Лучше уж Сицилия, чем ничего. Вторжение в Италию предстояло начать в одну из лунных июльских ночей. Возглавляли коалиционные войска американец Дуайт Эйзенхауэр и британец Бернард Монтгомери. Уже знакомые нам герои африканской кампании. В их распоряжении было около полумиллиона человек. Противник располагал на Сицилии сопоставимой группировкой. Однако в пользу союзников сыграло то, что нацисты ждали удар по Греции, а не по Сицилии. И именно туда были переброшены самые боеспособные и тренированные части. Утром 10 июля 43-го года союзники начали высадку на Сицилии. В это время на Курской дуге Красная армия из последних сил сдерживала атаки немецких тигров и пантер. Об этом мы говорили в прошлом фильме нашего сериала. У американцев и англичан на острове оказались неожиданные помощники. Сицилийская мафия. Мафиози сильно пострадали от режима Муссолини. И поэтому с радостью выступали в роли проводников и вели союзных солдат тайными контрабандистскими тропами. Существует красивая история, будто один из главных боссов, коллоджера Вицинни, он же Дон Кало, ехал впереди колонн американских танков и своим авторитетом заставлял сдаваться целые гарнизоны. Это, по всей видимости, вымысел. Но у этой легенды есть и реальная основа. На Сицилии войска ОСИ действительно были сокрушены почти без боя. Сопротивление оказывали лишь дивизии вермахта. В первую очередь, танковая дивизия Герман Геринг. Ее соединением почти удалось прорваться к берегу у города Джелла, где вовсю шла разгрузка американцев. И тем лишь за счет больших потерь удалось отбить натиск врага. Итальянцы порыв своего старшего партнера не поддержали. Альберт Кеселлинг, командовавший всеми войсками нацистов Средиземноморья, негодовал. Итальянские дивизии, дислоцировавшиеся на берегу, потерпели полное фиаско. Ни одна из них не начала контратаковать противника вовремя. А некоторые не сделали этого вообще. Дивизия «Неаполь», развернутая в юго-западной оконечности острова, просто куда-то исчезла, словно растворилась в воздухе. Комендант крепости Ваугусте сдался еще до того, как его начали атаковать. Гитлер же искренне верил, что вся эта заварушка в Сицилии – лишь обманный маневр перед настоящей высадкой в Греции. И отправлять на остров подкрепления категорически отказывался. Однако полностью разбить войска Осина Сицилии союзники не смогли. Большинству итальянцев и немцев удалось переправиться на материковую Италию. Для этого они организовали линию обороны вокруг города Мессина, так называемую линию Этны. Защитники линии Этны последними переправились на Апеннинский полуостров под покровом ночи 17 августа 43-го года. Но еще за несколько недель до этого в самой Италии случилось поистине удивительное событие. Диктатор Бенитто Муссолини был отстранен от власти. Италия, хоть и была фашистской диктатурой, все-таки довольно сильно отличалась от Германии времен Гитлера. Например, в Италии существовал король. Формально именно он, а вовсе не Дуччо, был главой государства. Помимо подконтрольного Муссолини парламента, палаты фасции и корпорации, существовал назначаемый королем сенат, где многие сенаторы продолжали сидеть еще с дофашистских времен. Существовала католическая церковь, которая обладала в обществе огромным авторитетом, и с мнением Папы Римского приходилось считаться. И эти структуры все меньше и меньше были довольны фашистским режимом, который явно вел страну в пропасть. Уже с весны 43-го года в политических элитах начались разговоры о том, что с фашизмом и войной пора заканчивать. 24 июля 43-го года состоялось заседание Большого фашистского совета, главного органа правящей партии, что-то типа Политбюро. На этом заседании вчерашние верные соратники, подавляющим большинством, высказались за отставку Муссолини с поста премьер-министра и передачу королю статуса верховного главнокомандующего. Ситуация была невероятной. Большой совет был органом совершенно ритуальным. До тех пор он дисциплинированно и единогласно штамповал заранее принятые решения. Муссолини был настолько поражен случившимся, что даже не отреагировал на Димаш своих подчиненных, просто сел в машину и поехал домой. Перед этим он позвонил своей любовнице, Кларе Питачи, и сказал ей «все кончено». Вождь, которого более 20 лет обожествляла фашистская пропаганда, был морально раздавлен. На следующий день король Виктор Эммануил III приказал арестовать Дуччо. Бенитто Муссолини был помещен под домашний арест, а правительство возглавил маршал Пьетро Бадолью. Он немедленно обратился к союзникам с предложением заключить перемирие. 3 сентября в деревне Кассибили на Сицилии было подписано соглашение о прекращении огня. По этому соглашению Италия капитулировала, а на ее территорию входили англо-американские войска. 8 сентября Италия официально вышла из Осипы. Гитлер, конечно, не мог стерпеть такого удара в спину. Едва получив известие о свержении Муссолини, он приказал подготовить операцию по оккупации Италии. Руководить этой операцией фюрер отправил Эрвина Роммеля, легендарного лиса пустыни. Ему предстояло не только захватить Апенинский полуостров, но и снова встретиться на поле боя со своими старыми знакомыми по африканской компании Бернардом Монтгомери и Харальдом Александром. 3 сентября союзники высадились на юге Италии, а через 5 дней немецкие войска пересекли границу страны на севере. В итальянской армии, и раньше-то не очень боеспособной, после госпереворота окончательно воцарилась анархия. 10 сентября немцы вошли в Рим, почти не встретив сопротивления. Король и премьер-министр бежали на юг, откуда объявили войну Германии. В середине сентября вермахт и войска союзников сошлись севернее Неаполя, где пролегала новая линия фронта. Против нацистов сражались не только британцы и американцы, но и поляки, французы, а также вчерашние соратники по оси итальянцев. Большую часть итальянской армии гитлеровцы разоружили, но некоторые дивизии, оказавшиеся на юге в момент начала немецкой оккупации, объединились в итальянский освободительный корпус численностью более 20 тысяч человек, который принял участие в боях на стороне союзников. 12 сентября отряд эсэсовцев под командованием Отто Скорцени освободил Муссолини. Дуччо содержали в горнолыжном отеле в горах Грансасо в центральной Италии. Попасть туда можно было только по канатной дороге, но подъем группы вооруженных диверсантов по канатке не мог пройти незамеченным, поэтому Скорцени разработал другой план. Его десантники достигли вершины на планерах, вступили в бой с охраной, забрали Муссолини с семьей и вывезли их в Германию. Фотто Скорцени за блестяще проведенную операцию был обласкан Гитлером и получил прозвище «любимый диверсант фюрера». Он пережил войну и уже после нее занимался подготовкой американских десантников к парашютным высадкам. Ну а к неудачнику Муссолини, свергнутому собственными соратниками, Гитлер отнесся заметно прохладней. Он вернул ему власть, правда, теперь уже только на севере Италии, которую контролировали немцы. Но отныне Муссолини был не полноценным диктатором, как раньше, а лишь главой марионеточного правительства. Новое государство получило название «Итальянская социальная республика» или «Республика Сало» по названию небольшого городка в Ломбардии, где заседало правительство Муссолини. На деле все рычаги управления находились в руках Гитлера. Немцы контролировали армию и полицию, гестапо терроризировало любых несогласных, а итальянским евреям пришлось столкнуться со всеми ужасами Холокоста. Все это, правда, не означало, что гитлеровская Германия стала сильнее, чем раньше. Наоборот, ей вовсе не от хорошей жизни пришлось оккупировать часть территории бывшего союзника и превращать бывшего равноправного партнера в марионетку. Гитлер уже не мог успокаивать себя тем, что неудачи случаются где-то на периферии, как в Африке. Нет, запах пороха уже ощущался и в самой Германии. Бои шли под Неаполем, от которого до границ Рейха всего полтысячи километров. Да и на другом конце Европы, на Восточном фронте, дела у фюрера шли неважно. Мы сейчас на бывшем Лютежском плацдарме на западном берегу Днепра в Украине. Этот плацдарм, как и расположенный южнее Букринский, сыграл очень важную роль в годы Великой Отечественной войны. Осенью 43-го года на Букринском и Лютежском плацдармах гремели ожесточенные бои. 24 августа началась битва за Днепр, одно из крупнейших сражений во всей мировой истории. По своим масштабам битва за Днепр сопоставима с гитлеровским планом Барбароса, с которого началось вторжение в СССР. В битве за Днепр участвовали больше миллиона гитлеровцев и больше двух с половиной миллионов советских солдат. Линия фронта растянулась от Смоленска до Азовского моря. Красной армии предстояло форсировать Днепр, серьезную водную преграду. Нацистское командование считало реку тем рубежом, где Красная армия будет остановлена, из которого начнется новое немецкое наступление. Вот что писал Ги Саер, рядовой дивизии Великой Германии. «Мы на другой стороне. Западный берег — это безопасность, граница, которая прочно разделяет нас и русских. В сводках официально указывалось, немецкие войска удержат Днепр, а весной мы оттесним русских за Волгу». После окончания Курской битвы наступление Красной армии развивалось стремительно. Уже к сентябрю от гитлеровцев был освобожден Донбасс, а вскоре советские войска вышли к Днепру. Отступая, вермахт использовал тактику выжженной земли. Немцы эвакуировали все, что могли взять с собой, а что не могли, уничтожали. Вот так выглядели итоги такой тактики глазами советских солдат. «Зашли в село. Что уцелело? Только руины, зола и обгоревшие бревна. Живых душ, два кота с опаленной шерстью. Я погладил одного и угостил его картошкой, и он замурлыкал. Повсюду несобранная картошка, свекла и капуста. Из трехсот домов уцелел один, остальные сгорели. Сидит старуха, горюет, глаза безжизненные, смотрит куда-то вдаль. Ничего у нее не осталось. И вот-вот наступит зима». И даже в уцелевших деревнях ситуация была немногим лучше. У крестьян не осталось тракторов, зачастую и лошадей не было. Приходилось ковырять землю лопатами и мотыгами. Иногда женщины впрягались в плуг. Наступающие советские солдаты шли не просто по разоренной территории. Повсюду им попадались следы немецкого присутствия. Сожженные деревни, ямы, куда десятками сваливали расстрелянных, изможденные жители, которых немцы использовали на принудительных работах. Вот, например, что писал домой все тот же солдат Павел Коваленко. Все это способствовало росту ненависти и жажды мести в советских войсках. Эти настроения сыграют важную роль потом, когда война будет идти на территории Германии. В сентябрю 43-го года войска Воронежского фронта генерала Ватутина вышли к Днепру. Красная армия встала перед дилеммой. Остановиться и начать тщательную подготовку к преодолению реки означало подарить врагу время на обустройство обороны. Взломать ее потом стоило бы огромных потерь. Но наступать срочно, без подготовки, буквально на подручных средствах, это означает тоже нести тяжелые потери. Советское командование выбрало второй вариант. Однако оно недооценило силы гитлеровцев, которые у них уже имелись. Немецкие войска группы армии Юг под командованием фельдмаршала Эриха фон Манштейна смогли сосредоточить достаточно сил для обороны. У Манштейна на том берегу Днепра было до 1 миллиона 240 тысяч солдат. Да, это вдвое меньше, чем у Красной армии. Однако географическое положение уравнивало шансы. Днепр в среднем течении в районе Киева и сейчас-то широкая река. Тогда, осенью 43-го года, он был еще более полноводным и представлял собой водную преграду шириной около 2-3 километров. Сильное течение и холодная вода почти не оставляли шанса выжить тем, кто оказывался вдали от берега в воде. Еще хуже было то, что западный берег Днепра под Киевом высокий и крутой. Немцам удалось укрепить свой берег. На утесах были оборудованы пулеметные и артиллерийские позиции. Вермахт приступил к строительству укреплений на Днепре уже тогда, когда стало понятно, что операция «Цитадель» проваливается. 11 августа Гитлер объявил о строительстве «Восточного вала» – линии укреплений, которая могла бы, по его словам, защитить Европу от наступления большевиков. Основой «Восточного вала» должны были стать укрепления на берегу Днепра, так называемая «Линия Ватан». Советским войскам предстояло форсировать реку под ураганным огнем противника. При этом решение идти вперед было принято, несмотря на то, что понтонные части, то есть те, кто должен был организовать переправу, остались далеко в тылу. Многие подразделения вышли к реке вообще без плавсредств. Поэтому основные силы форсировали Днепр на чем придется. Импровизированных плотах из бревен, бочек, стволов, деревьев и досок. Простая рыбацкая лодка уже становилась огромной ценностью. Не хватало древесины, ходили слухи, что немцы специально уничтожили деревья во время отступления. Но атаковать, как я уже сказал, решили моментально, чтобы не дать гитлеровцам прийти в себя. Поэтому командование придумывало различные стимулы. Так солдатам, которые на своих участках первыми переправлялись через Днепр, полагали звезды героя Советского Союза. Форсирование Днепра началось 21-22 сентября. Температура воздуха в те дни была около 10 градусов тепла. Воды около 6 градусов. Через несколько минут пребывания в такой воде наступали судороги, и человек уже не мог выбраться на берег. А солдаты были в полном обмундировании. В шинелях, с оружием. Многие вообще не умели плавать. К тому же с высокого западного берега по ним стреляли гитлеровцы. Люди тонули здесь тысячами. Днем форсировать реку было полным безумием, поэтому операция в основном проходила по ночам. Но сильно легче не становилось. Иван Подгорный, служивший на фронте шофером, так вспоминал об этих событиях. По ночам темные просторы реки высвечивались сигнальными ракетами. И по любому предмету на воде открывался шквальный пулеметный огонь. Несколько ночных неудачных попыток форсирования Днепра в самом начале операции стоили нам до половины личного состава. Тех, кого не достали пули, убивала своим холодом вода. Многие наступательные группы уходили к реке и не возвращались. А утром река выбрасывала на берег тела наших солдат, форсировавших Днепр выше по течению. Река казалась красной от крови. И вот в таких нечеловеческих условиях уже 22 сентября советским бойцам удалось захватить первый плацдарм на западном берегу. Это случилось на севере фронта, в районе слияния Днепра с рекой Припять. Сразу после этого, южнее Киева, такого же успеха добилась 3-я гвардейская танковая армия и 40-я армия Воронежского фронта. В октябре он станет первым украинским фронтом. 24 сентября еще одна позиция на западном берегу была отвоевана недалеко от Днепродзержинска, современный город Каменское. К концу месяца было создано 23 плацдарма на противоположном берегу Днепра. Некоторые из них 10 километров в ширину и 1-2 километра в глубину. Первоначально для наступления на Киев предполагалось использовать Букринский плацдарм. Название он получил от расположенного рядом села Великий Букрин. До украинской столицы от него 80 километров. Командование рассматривало Букрин как очень удачно расположенную точку, поэтому на его захват были брошены большие силы. 23 сентября на Букринский плацдарм высадился десант. Первым на западный берег Днепра переправились четверо автоматчиков 51-й гвардейской танковой бригады Василий Иванов, Николай Петухов, Иван Семенов и Василий Сосолятин. Под огнем противника им удалось закрепиться на берегу реки. Все четверо получили звезды героев Советского Союза. Удивительно, но троим из них удалось пережить войну, а Николай Петухов погиб здесь, на Букринском плацдарме. Советским воинам удалось отбить участок в несколько десятков квадратных километров. И на этом наступление встало. Манштейн перебросил к плацдарму все свои танки. Начался ад встречного боя, когда то немецкие, то советские войска пытались наступать. Сколько тут полегло наших солдат, мы не знаем до сих пор. Цифры очень сильно разнятся. От нескольких десятков тысяч погибших до 250 тысяч. Но вообще потери были колоссальные. К началу октября во многих дивизиях оставалось только 20-30% личного состава. То есть больше двух третей солдат при форсировании реки погибли или были ранены. Для поддержки наступления на Букринском плацдарме была проведена воздушно-десантная операция, крупнейшая в годы Великой Отечественной войны. 24 сентября в тыл врага в районе города Канев были выброшены десантники двух воздушно-десантных бригад. Всего 4,5 тысячи человек. Операция закончилась полным провалом. Вместо того, чтобы превратиться в концентрированную силу, десант был рассеян по огромной территории, из-за ошибки пилотов часть бойцов высадили в Днепр, а часть — на свои же позиции. Кроме того, советская разведка не заметила перемещения на этот участок танков Манштейна, и десантникам вместо рейда по немецким тылам пришлось вступить в бой с частями вермахта. После провала этой операции от использования десанта надолго отказались. Спустя месяц упорных боев стало понятно, что пытаться наступать на Киев со страны Букрина невозможно. 24 октября советское командование приказало перенести основные усилия на участок к северу от Киева. Теперь цель была в том, чтобы выступить на город Слютежского плацдарма в районе села Новопетровцы. Сюда был переведен штаб командующего Первым украинским фронтом генерала Николая Ватутина. На Лютежский плацдарм были переброшены войска с Букринского плацдарма. Была проведена уникальная операция. По ночам, а ведь как раз началось дожди распутиться, назад на левый берег перебрасывали 3-ю гвардейскую танковую армию «Рыбалка». Ну а на старом плацдарме оставили часть войск инсценировать наступление. И его инсценировали на совесть. Букрин вовсю дезинформировал врага, маскировал подразделения, выставлял на показ фанерные макеты танков, вел секретный радиообмен, из которого немцы понимали, что основные силы для удара по городу все еще здесь. Но в реальности они ушли брать Киев с северного плацдарма. Ставка запланировала взять Киев до 7 ноября, до дня Октябрьской революции, главного советского праздника. Поэтому торопились. 1 ноября началась киевская наступательная операция. Сначала для отвлечения врага советские войска двинулись со стороны Букринского плацдарма. Наступление не имело никакого смысла, кроме отвлечения на себя внимания. Ценой огромных потерь удалось пробиться на 5-12 километров к северу, а потом наступление завязло. Но это уже не имело особого значения. 3 ноября с лютежского плацдарма части генерала Ватутина начали главное наступление, явившееся полной неожиданностью для немцев. Войска Ватутина пошли в обход Киева по его западным окраинам. Выглядело так, что советские войска хотят превратить Киев во второй Сталинград, окружив немецкую группировку. Манштейн не желал для себя судьбы Паулюса и отдал приказ покинуть город. Он вспоминал, что уже 5 ноября было ясно, что Киев будет сдан. А уже 6 ноября в город со стороны Подола и Святошино вошли советские войска. Мемориальный комплекс на Букринском плацдарме открыли лишь в 1985 году, к 40-летию Победы. Советские власти не очень любили вспоминать об этом месте, ведь наступление отсюда провести не получилось, а ошибки и просчеты командования стоили многих тысяч человеческих жизней. В братской могиле рядом с этим мемориалом похоронены более 3000 советских солдат, но это лишь малая часть погибших здесь бойцов. Все окрестные леса, поля, овраги, да и сам Днепр – это огромная братская могила людей, которые штурмовали эту реку, чтобы не дать немецким войскам укрепиться на украинской земле. О битве за Днепр вспоминают не так часто, как о других сражениях Великой Отечественной войны – обороне Москвы, Сталинграде, Курской дуге. Но ее значение трудно переоценить. Потеря Днепра, как естественные преграды, не позволила гитлеровцам создать восточный вал и остановить наступление советских войск. И хотя вся правобережная Украина еще оставалась в руках нацистов, стало понятно, что ее освобождение – лишь вопрос времени. К январю 44-го года ситуация на фронте на территории Украины выглядела следующим образом. Красная армия перешла Днепр и продвинулась почти до Волыни на севере. Чуть южнее был взят Кировоград, а посреди этого был Корсунь-Шевченковский выступ – участок вокруг одноименного города, где находились 10 немецких дивизий. Даже сами немецкие генералы не были уверены, что Корсунь-Шевченковский выступ удастся удержать. Но Гитлер был иного мнения. Гитлер не хотел добровольно уступать побережье Днепра. Он все еще надеялся нанести удар из этого выступа фронта. Поэтому этот выступ остался. Через непродолжительное время этот мешок превратился в котел. 24 января началась Корсунь-Шевченковская операция. Ударами с двух сторон Корсунь-Шевченковский выступ срезали. В котле оказались 140 тысяч немецких солдат. Но в связи с плохой погодой, недостатком боеприпасов, горючего и резервистов наступление развивалось медленно. Создать плотное кольцо окружения не удалось. В результате 17 февраля, бросив раненых и больных, большая часть окруженной группировки вырвалась из кольца. Одновременно войска 1-го украинского фронта прорвали немецкий фронт на севере Украины. 26 марта советские войска достигли реки Прут и вышли на границу с Румынией. Немецкие войска на юге Украины оказались отсечены от основных войск. Дальше события развивались лавинообразно. 22 февраля был освобожден Кривой Рог. 28 марта Николаев, 10 апреля – Одесса. Вот как вспоминает вход советских войск в Одессу очевидец этих событий Михаил Бродский. Кстати, это отец нашего режиссера. Утром 10 апреля на улице уже послышались песни из советских кинофильмов. Я выскочил из дома, по улице шли и бежали люди в сторону Преображенки. Побежал и я по дороге, споткнулся и чуть не упал на труп немецкого солдата, который лежал, навзничав, скинув руки. На площади чуть дальше, на деревьях, висели трое румынских солдат. На шее у них висели дощечки с надписью «Мародер». По Преображенской улице, со стороны порта и к вокзалу шла большая колонна красноармейцев в погонах, которых мы еще раньше не видели, и с автоматами на груди. И полевая радиостанция, стоявшая тут же, оглашала всю Одессу песни из кинофильма, название которого не помню, но песня запомнилась. Там на шахте угольной паренька приметили, и в забой отправился парень молодой. Там на шахте угольной паренька приметили, и в забой направился парень молодой. Ни тьмы, ни смерти нет на этом свете. Мы все уже на берегу морском, и я из тех, кто выбирает сети, когда идет бессмертие косяком. В 1975 году, когда на советские экраны вышел эпохальный фильм «Зеркало» Андрея Тарковского, публика увидела очень непривычную военную кинохронику. Она очень сильно отличалась от хрестоматийных кадров, которые обычно использовались в документальных и художественных лентах. Усталые советские бойцы в изношенной форме бредут где-то по щиколотку, а где-то по колено в каких-то бескрайних водах, которые простираются от горизонта до горизонта. Картина причудливая и совершенно сюрреалистическая. Не к такому образу Великой Отечественной привык советский зритель. Эти неплакатные кадры были сделаны осенью 43-го года в заливе Сиваш, на самом севере Крыма. Его еще называют «Гнилым морем». В те дни советские войска в ходе Мелитопольской операции сумели овладеть Перекопским перешейком, который соединяет Крымский полуостров с материком. Одновременно была проведена одна из крупнейших десантных операций в истории Великой Отечественной войны – Керченская Эльтигенская десантная операция, в результате которой Красная Армия овладела плацдармом на востоке Крыма. Эти две операции создали предпосылки для освобождения Крыма. Впрочем, советское командование здесь не спешило. Во-первых, по мнению Ставки, начинать широкомасштабную операцию в Крыму можно было только после освобождения Юга Украины, до Николаева включительно. Во-вторых, ждали подходящей погоды. Крымская наступательная операция стартовала только восьмого апреля сорок четвертого. Зато развивалась она молниеносно. Уже шестнадцатого апреля Красная Армия вплотную подошла к Севастополю. Седьмого мая советские части штурмом овладели Сапун-горой, возвышенностью, которая занимала ключевое место в немецко-румынской обороне. А 9 мая сорок четвертого года, ровно за год до Дня Победы, советские бойцы уже фотографировались на фоне Севастопольского памятника затопленным кораблям. По иронии судьбы, рядом с этим монументом как раз догорали немецкий транспорт Продромас и буксир Гюнтер. Эти суда должны были эвакуировать остатки немецких войск, но погибли под ударами советской артиллерии. Со второй половины 1943 года стрелки, обозначавшие продвижение армии антигитлеровской коалиции, стали все больше напоминать клещи. Красная Армия теснила гитлеровцев с востока на запад, союзники – с юга на север. Одновременно с форсированием Днепра произошла высадка союзников на материковой части Италии. 3 сентября 1943 года американские, британские и канадские войска пересекли Мессинский пролив, отделявший остров Сицилия от носка итальянского сапога. 9 сентября британцы высадились в Таронто, наступив противнику на Каблук. В тот же день союзный морской десант ударил по глинищу в районе Салерна, немного южнее Неаполя. 22 января 1944 года союзники высадились в Анцию. Это всего полтора часа езды на машине от Рима. Однако дорога на Рим займет в итоге целых полгода. Да, итальянских войск, сохранивших безоговорочную преданность Муссолини и республики Сало, было немного. Они не представляли большой угрозы. Однако против англо-американско-канадских войск стояли в основном не итальянцы, а вермахт. В том числе фальшум-ягеры, немецкие десантники, элита германской армии. Немцы смогли предотвратить расширение плацдарма в Анцию. А перед этим под Салерна едва не сбросили союзников обратно в море. Путь к Риму союзным войскам пришлось пробивать из Южной Италии. Сделать это оказалось весьма непросто. Узкий полуостров был хорош для того, чтобы организовать там оборону. Вермахт выстраивал одну за другой линии обороны, прорывать которой у союзников получалось с большим трудом. А обойти их было невозможно, потому что с обеих сторон упирались в море. Одна из таких линий была организована возле монастыря Монте-Кассино, севернее Неаполя. Тяжелые бои за этот монастырь и прорыв оборонительной линии шли с января по май 44-го года. Монастырь Монте-Кассино стал одним из главных мест воинской славы в истории Польши. Да, именно Польши. В штурме цитадели принимали участие так называемая армия Андерса. Армия была сформирована в 1941 году из польских граждан, которые после раздела Польши в 1939-м оказались на территории СССР. Командовал ею польский генерал Владислав Андерс. Среди бойцов было множество репрессированных, которых советские власти амнистировали для участия в боях. Руководство СССР планировало использовать армию Андерса на Восточном фронте. Однако польское правительство возгнаний, находившееся в Лондоне, и правительство Великобритании в 1942 году добились от Сталина разрешения на вывод армии в Иран. Выехать смогли также семьи польских военных. В январе 1944-го союзники перебросили армию Андерса в Италию. В ее состав были включены несколько десятков тысяч поляков и бурый медведь Войток. Медведь был не просто талисманом. Во время боев за Монте-Кассино он таскал ящики и снаряды. После войны Войток поселился в зоопарке Эдинбурга, где его часто навещали боевые товарищи. В ходе четырех последовательных штурмов Монте-Кассино армия Андерса потеряла убитыми и ранеными более пяти тысяч человек. Во время четвертого и последнего штурма польские части оказались на самом острие атаки. Таково было желание самого Владислава Андерса. У него были не только военные, но и политические соображения. В бою солдаты доказывали, что польский народ по-настоящему субъектен и духовно независим как от Германии, так и от СССР. Кроме войск союзников, проблемы немцам доставляли партизанские отряды. Движение сопротивления в Италии приобрело гигантский размах. Само германское командование оценивало численность партизан в 80 тысяч человек, а современные историки считают, что их было в несколько раз больше. Некоторые отряды были сопоставимы с полноценной немецкой дивизией. К лету 44-го в Северной Италии возникло полтора десятка округов, освобожденных от власти фашистов. Число убитых партизанскими отрядами солдат вермахта шло на тысячи. Неофициальный гимн «Партизан» — песня «Белла Чао» — до сих пор остается одной из главных протестных песен итальянцев. «Белла Чао» Была еще одна популярная партизанская песня «Фиске иль Венту», что переводится как «Дует ветер». Музыка была позаимствована у советских товарищей, вы наверняка ее знаете. В мае 1944 года союзникам удалось наконец прорвать фронт под Монтекассино. События стали развиваться стремительно. 4 июня американские войска вошли в Рим. Немцы объявили его открытым городом и защищать не стали, чтобы избежать разрушения исторических памятников. Они отошли и укрепились на Готской линии, в мощной полосе укреплений Северной Флоренции. Но очень скоро Гитлеру стало уже не до Италии. Через два дня после освобождения Рима союзники обрушили свой удар на север Франции. 6 июля 1944 года наступил день Д. Началась высадка в Нормандии. Я нахожусь в Нормандии, на побережье Ла-Манша. Это пляж Амаха-Бич. 6 километров песчаного пляжа с полосами гальки. За ними песчаная дюна высотой до 5 метров, поросшая кустарником, а за ней холмы. Этот умиротворенный пейзаж с морским прибоем и чайками стал местом кровавого сражения. Ранним утром 6 июня 1944 года море здесь пенилось от крови, а криков чаек не было слышно за выстрелами. Название «Омаха», конечно, условное. Оно было дано этому отрезку побережья в 1944 году во время планирования операции «Оверлорд» компании по высадке десанта и открытию Второго фронта в Европе. К участию в ней были привлечены 35 американских, английских, канадских, французских и польских дивизий, авиация и флот. На участках побережья Юта, Голд, Амаха, Джуно и Сворд должны были высадиться 5 морских и 3 воздушных десанта. День высадки, день «Д» неоднократно переносился, пока не был окончательно назначен на 6 июня 1944 года. Интересно, что менее всего морально готовых к десанту в Нормандии оказались англичане. В частях, которые уже прошли Дюнкерк, идея снова высаживаться в Нормандии энтузиазма никакого не вызывала. В 3-й бронетанковой дивизии Королевской армии даже начались волнения. Солдаты расписали свои казармы Волдершите лозунгами «Нет второму фронту» и с большим трудом командованию удалось их успокоить. Обоснованы ли были эти страхи? На бумаге немцы имели во Франции внушительные силы. 59 дивизий, в том числе 9 танковых, всего около 700 тысяч солдат. Германское командование ждало возможного вторжения. Гитлер отправил во Францию героя Северной Африки Эрвина Роммеля. С 1942 года по приказу Гитлера начали строить Атлантический вал. Колоссальную линию укреплений вдоль всего побережья, состоящую из береговых батарей, бетонных укреплений, минных и противодесантных заграждений. Немцы не знали, где конкретно ждать атаки, и вал протянулся вдоль всего морского берега от Дании до самой испанской границы. Но к началу июня 1944 года линия укреплений не была закончена. Построили где-то 20% запланированного. Да и реальная боеспособность германских войск была невысокой. Из 59 дивизий 33 считались стационарными, то есть почти не имели автотранспорта. До 18 дивизий находились в стадии формирования или переформирования. Фактическая численность немецких подразделений едва достигала 70-75% от штатного состава. Часть гарнизона Восточного Вала вообще составляли переброшенные с Советско-Германского фронта войска, сформированные из коллаборационистов, русских, украинцев, казаков, народов Кавказа. Всего в Нормандии было расквартировано около 10 тысяч бывших советских солдат, перешедших на службу Гитлеру. Именно им пришлось встретить первый удар на участках Джуно, Сворд и Голд. Как оказалось, это была ошибка вермахта. Плохо вооруженные восточные добровольцы ближе к 1944 году были сильно демотивированы. Особенно после того, как их сняли с Восточного фронта и отправили бороться с французскими партизанами. Союзникам удалось сохранить в тайне не только место, но и день высадки. Как и во время операции на Сицилии, разведка союзников провела ряд мероприятий, чтобы убедить Гитлера, что высадка будет не в Нормандии, а в районе Кале, расположенного ближе всего к побережью Англии. Все немецкие резервы были стянуты к этому району. А в результате немцы были застегнуты врасплох. И, конечно, никто не ожидал удара такого масштаба. Высадка в Нормандии стала крупнейшей в истории общевойсковой десантной операции. В первой волне десантирования 5300 различных плавсредств переправили 150 тысяч человек и 15 тысяч единиц техники. С воздуха их поддерживало 12 тысяч самолетов. Операция «Оверлорд» прошла успешно. На большинстве пляжей немецкие гарнизоны были просто стерты. Ни один из восточных легионов, охранявших Атлантический вал, не смог оказать сопротивление. Но и сами немцы воевали в тот день не намного лучше. Штурм пляжа Юта вообще был похож на учение. Высадка там оказалась для противника полным сюрпризом, и организовать сопротивление немцы толком не смогли. Но вот здесь, на участке Омаха, союзники понесли серьезные потери. Тут с самого начала все пошло не так. Корабельная артиллерия должна была подавить огневые точки, но отработала крайне неудачно. Бомбардировщики тоже промахнулись. Из 32 плавучих танков «Шерман» 29 сразу же пошли ко дну. Солдаты начали высаживаться на глубине около двух метров, поэтому первые жертвы появились здесь еще до того, как нацисты открыли огонь. Многие просто утонули под тяжестью оружия и боеприпасов. Ну и, конечно же, как только бойцы подошли к берегу, по ним начали стрелять пулеметы. Немцы здесь имели хорошо подготовленные укрепления и крупные силы. Американский десант оказался под ураганным огнем на открытом пляже. Пляж Амаха-Бич был поделен на 10 секторов. За каждый сектор отвечала одна рота. В первую волну высадились 10 рот, около полутора тысяч человек. Из них в живых остались единицы. Со второй волной начали прибывать орудия поддержки с командами. Но, поскольку высадка не была подготовлена, они тоже погибали. За ними пошла третья, четвертая волна, которые тоже оказывались под пулеметным огнем. Те, кому удавалось выжить, укрывались от обстрела за галичной отмелью и не понимали, что им делать дальше. Солдаты были деморализованы, а командиры утратили возможность влиять на происходящее. Вот как описывал эти события корреспондент Ассошиэйтед Пресс Дон Уайтхед. Никто не двигался вперед. Раненые лежат в холодной воде на гальке. Господи, пусть я вернусь на корабль, хнычит молоденький солдат в полузабытии. Рядом с ним дрожащий парень голыми руками зарывается в песок. Снаряды рвутся со всех сторон. Некоторые так близко, что на нас рушатся потоки воды и грязи. Один из пулеметчиков гитлеровцев был ефрейтор Генрих Северло. Это было его первое крупное сражение. До этого Северло служил лишь в вспомогательных частях. И вот, 6 июня 1944 года, ефрейтор увидел из своей огневой точки, как на пляже происходит массовая высадка вражеских войск. Когда американские транспортники приближались к берегу и начали высадку, Северло открыл по ним огонь. Они были передо мной, как на ладони. Я хорошо видел брызги от пуль и перепуганные, перекошенные ужасом лица вражеских солдат. С первыми пришлось немного повозиться, чтобы понять, как следует накрывать их с первой же очереди. Зато потом стало проще. Я дожидался, когда створки других десантных барж открывались, чтобы выпустить новую порцию серых фигурок, и начинал стрелять прямо в проем рампы. И все же некоторым везло выползти на мокрый песок. Они метались, ползали и всячески пытались найти укрытие за трупами своих убитых товарищей, которыми уже был завален весь пляж. За несколько часов боя Северло израсходовал 12 тысяч патронов от пулемета и 400 патронов от карабина. По собственным подсчетам гефрейтера, он убил 2000 человек. Впрочем, многие считают эту цифру сильно завышенной. Позже Северло получил прозвище «Амахское чудовище». Высадка была на грани срыва. В 1355 командование немецкой 352-й дивизии доложило, что штурмующие сброшены в море. Только после нескольких часов полного бездействия образовались небольшие группы решительных парней, которые взобрались на скалы над морем и одолели обороняющихся. Постепенно немецкое сопротивление удалось сломить. Удивительно, но омахскому чудовищу Северло удалось выжить. Он попал в плен, но не стал рассказывать, что был пулеметчиком. Его отправили в США, а затем в Англию, а в 1947 году отпустили домой. О своей кошмарной роли во время Дня Де Северло рассказал уже в 1980-х, после чего стал желанным гостем на американском телевидении. Его приглашали на шоу, и у него брали интервью. Я сейчас с нервами очень сглублено. Северло приезжал в Нормандию на встречу с американскими ветеранами. Он прожил до глубокой старости и умер в 2006 году. Всего на Омаха-бич погибли около 4 тысяч человек. С тех пор здесь, в Нормандии, есть американское кладбище. На нем лежат 9 тысяч солдат и офицеров, погибших во время боев во Франции. Это самое большое захоронение американских военных за пределами Соединенных Штатов. За неделю союзникам удалось захватить в Нормандии плацдарм шириной в 80 и глубиной в 10-17 километров. Дальше, правда, наступление замедлилось. Задачей командования было перекинуть в Нормандию максимум сил и средств. Отступая, немцы взорвали порт Шербура, чтобы помешать союзникам организовать переправу. Но это не помогло. Союзники заранее построили в Англии два порта. Разобрали их, перевезли в Нормандию и собрали на берегу во Франции. Для снабжения войск по дну Ла-Манша был проложен трубопровод. Курсирующие между кораблями и побережьем десантные суда беспрерывно подвозили подкрепления. На исходе второго дня операции у союзников на пляжах было уже 300 тысяч человек. А к концу июля через пролив без особых проблем перебросили миллион солдат. Первые истребители союзников взлетали с местных импровизированных полевых аэродромов. Люфтваффе было настолько истощено многомесячной битвой над Германией, что его самолеты почти не оказывали сопротивления и не беспокоили войска вторжения. Пилоты союзников поражались контрастом между своими позициями на берегу, где беспрепятственно передвигались длинные колонны машин и полной неподвижностью вражеских позиций. Немцы понимали, что любое передвижение навлечет удары стребителей-бомбардировщиков. Лишь в короткие летние ночи войска немецкого генерала Роммеля перемещались и получали подкрепления. Сам Роммель вскоре был обстрелян со штурмовика и получил тяжелые ранения. Но, несмотря на это, немцам удалось оказать ожесточенное сопротивление. Почти два месяца контролируемая союзниками зона не выходила за пределы 100-километрового участка на берегу. Только 25 июля войска Эйзенхауэра перешли в долгожданное наступление. Они превосходили врагов по живой силе в 2,5 раза, по танкам в 2,7 раз, а по авиации вообще в 22 раза. Тем не менее, наступление шло очень медленно. В этом районе все поля были разбиты на мелкие участки, каждый из которых огражден густой и мощной изгородью из деревьев и кустарников, которые обычно растут на земляной насыпи высотой метр-полтора. Почти за каждой такой насыпью были скрыты немецкие пулеметы или оборонялись небольшие боевые группы, которые вели убийственный огонь по нашей пехоте. Именно такая война с живыми изгородями, из-за которых бьют пулеметы и противотанковые гранатометы, и осталась в воспоминании американцев. Наиболее известное, наверное, отображение этой войны – это фильм «Спасти рядового Райна». К слову, этот фильм основан на реальных событиях в какой-то мере. В американской армии действительно служили четыре родных брата – Эдвард, Престон, Боб и Фридс Ниланды. Боб погиб в первый же день высадки в Нормандии, 6 июня. Престон на следующий день, 7 июня. Эдвард воевал в Бирме и еще в мае попал в плен к японцам, и все считали его погибшим. Последний из братьев, Фридс, действительно служил в 82-й воздушно-десантной дивизии. Только ни в каком окружении он побывать не успел. В реальности концовка эта история не была такой героической, как в фильме. Фридс просто не успел повоевать. Узнав о гибели трех братьев, командующий отозвали Ниланда в Англию, и до конца войны он находился в части военной полиции, подальше от линии фронта. Не дожидаясь союзников, во Франции боевые действия начали части сопротивления. Они развернули операции по четырем направлениям. Рельсовая война, подрыв электросетей, саботаж и разрыв телефонных кабелей. В результате партизанам и подпольщикам удалось эффективно изолировать немецкие части в Нормандии, а затем посеять хаос и во всей Франции. Против немцев сражались до 200 тысяч партизан. Союзное командование даже признало их отдельной армией и назначило им командующего, французского генерала Мари-Жозефа Кюнига. 19 августа в Париже поднялось восстание против немецких оккупантов. К тому моменту к ним на помощь подошли части союзников. К слову, первыми ворвались в Париж тоже французы. Вторая танковая дивизия, сражающаяся в Франции генерала Леклерка. Партизаны уже контролировали все важнейшие объекты города. 25 августа немецкий гарнизон Парижа капитулировал. Лидер сражающейся в Франции Шарль де Голь обратился к парижанам. 29 августа в Париже прошел парад победы, первый в этой войне. Конечно, до окончательного разгрома Германии было еще далеко. Даже не вся Франция была еще освобождена союзниками. Но для американских, британских и особенно французских солдат, маршировавших в тот день под Триумфальной Аркой, освобождение Парижа – это была веха. Веха, означавшая, что освобождение Европы началось, и оно уже неостановимо. Конечно, хватало во время войны во Франции и негероических моментов. От бомбежек союзников страдали не только немцы, но и мирное население Нормандии. За месяц боев под бомбами и снарядами союзников погибли около 20 тысяч человек из числа мирного населения. Отмечались и случаи мародерства. Вот как описывала жительница нормандской деревни Колумбьер вход в деревню Канадских частей. «Они совершили налет на всю деревню. С тачками и грузовиками крали, грабили, тащили все подряд. Они ругались между собой, кто что возьмет. Хватали вещи, обувь, еду, деньги из нашего сейфа. Мой отец не смог их остановить. Мебель исчезла, украли даже мою швейную машинку. Но на это тогда никто не обращал внимания. Несмотря на весь скепсис поначалу, открытие Второго фронта было успешным. И это воодушевляло многих. Когда известие о вторжении во Францию прозвучало по радио, церкви Америки и Англии наполнились людьми, многие из которых молились, впервые молились за тех, кто воюет. Американские радиоканалы убрали рекламные паузы, миллионы взволнованных служителей с нетерпением ждали военных сводок и прямых репортажей с прибрежных плацдармов. Прекратились забастовки на предприятиях. Многочисленные доноры-добровольцы отправились на пункты переливания крови. Под командой генерала Айзенхауэра союзные силы, поддерживающие сильные аэропорты, начали переливаться союзные армии на северном острове Франции. 15 августа союзники высадились и на юге Франции, в Провансе. Командование союзников хотело повторить советскую операцию «Уран» в большем масштабе, взяв в клещи и окружив всю немецкую группировку во Франции. Но армия Айзенхауэра, наступавшая с севера, и британского генерала Александра, идущего с юга, встретились только 11 сентября. К тому времени большая часть немецких войск смогла отойти за линию Зигфридда. Но вермахт потерял во Франции 400 тысяч человек. Успех боевых действий во Франции был ошеломляющим. Выйти к Рейну союзники планировали только к началу 45-го года, а в реальности им удалось это сделать меньше, чем за 100 дней. Все это стало возможным благодаря произошедшему 6 июня 1944 года здесь, на этом пляже в Нормандии и еще на четырех таких же пляжах по соседству. Это место до сих пор хранит следы сражения. Во время отлива можно увидеть остатки импровизированной гавани, которую соорудили союзники после выездки. А вот галечной отмели, которая спасла жизни многим бойцам, больше нет. Ее срыли после Дня Д, чтобы было легче выгружать тяжелую технику. О-Маха-Бич – важная точка на карте Второй мировой войны. Символ мужества и героизма, проявленного здесь американцами ради общей победы над врагом. Ну а мы двигаемся дальше. Летом 1944 года, одновременно с высадкой в Нормандии, на Восточном фронте гремели бои еще более масштабной и кровопролитной операции. Красная армия шла освобождать Беларусь. В отличие от Украины, по которой советские силы прокатились огненным валом, в Беларуси вражеская армия «Центр» прочно удерживала свои позиции. Почти вся республика оставалась оккупированной. Исключение составлял город Гомель и его окрестности. Здесь Красной армии удалось провести успешное наступление. В ночь с 25 на 26 ноября 1943 года стрелковый батальон 39 полка 4 дивизии форсировал реку Сож, овладел восточной окраиной Гомеля, закрепился и удерживал позиции до подхода подкреплений. Командовал батальоном капитан Борис Наумович Шик. За подвиг его представили к ордену Отечественной войны первой степени, но в итоге вручили младшую награду – Орден Красной Звезды. Это был мой двоюродный дедушка. Однако на остальной территории Беларуси немецкие армии угрожающе нависали над освобожденными землями. Этот выступ площадью около 250 тысяч квадратных километров вошел в историю под названием «Белорусский балкон». Снести этот балкон Красная Армия раз за разом пыталась с октября 1943 по апрель 1944. Войска Западного фронта предприняли аж 11 наступательных операций в направлении Орши, Богушевска и Витебска. Все они закончились для советской стороны чувствительными потерями и незначительными территориальными приобретениями. В апреле 1944 года Западный фронт упразднили. Его разделили на два новых оперативно-стратегических объединения – Второй Белорусский и Третий Белорусский фронты. Организационные выводы ставка Верховного главнокомандования сделала, кадровые перестановки были осуществлены. Оставался главный вопрос – что делать дальше? Заманчивым был такой вариант – вовсе не обращать внимания на белорусский балкон и продолжить наступление в Украине. Далее из Украины зайти на территорию Румынии и лишить Гитлера доступа к румынским нефтепромыслам. Но опасность такого плана была очевидна. Красная Армия рисковала получить сокрушительный фланговый удар из Беларуси. Наиболее логичным представлялся иной вариант действий – сменить вектор советского наступления. Из района города Ковель, что на западе Украины, ударить по направлению к Балтийскому морю. Дойдя до Балтики, советские соединения смогли бы срезать балкон, взяв в окружение сразу две группы армии – центр и север. И тогда уже конец войны не сгорали. Главным и определяющим недостатком такого решения была бы как раз его логичность. Гитлеровцы целиком и полностью осознавали угрозу. Они ожидали такого удара и держали мощные резервы в районе между Ковелем и Карпатами. Германские танковые части, укомплектованные тиграми и пантерами, отнюдь не обещали Красной Армии легкой прогулки. Здесь стояла группа армии «Северная Украина» под командованием одного из лучших полководцев Гитлера – генерал-фельдмаршала Вальтера Моделя. Жестокий военный преступник, лично ответственный за многие зверства на оккупированной территории, Модель был одновременно и настоящим профессионалом. Более года Вальтер Модель удерживал позиции под Ржевом. В ходе Ржевской битвы 1942-1943 годов Красная Армия потеряла убитыми и ранеными более миллиона человек. В начале 1944-го немецкий полководец срочно прибыл под Ленинград. Он сумел остановить беспорядочное отступление вермахта и закрепился в районе городов Псков и Нарва. Мастер защиты не раз спасал положение в боях против как советских, так и англо-американских сил. За это Вальтера Моделя даже прозвали «пожарным Гитлера». Перебрав разные варианты действий, Ставка решила снова бить по злосчастному балкону. В апреле 1944-го началась разработка операции под кодовым названием «Багратион». Ее назвали в честь героя Отечественной войны 1812 года, князя Петра Ивановича Багратиона. Замысел операции состоял в следующем. Окружить группировки противника в районе Витебска и Бобруйска, затем сходящимися ударами на Минск отрезать пути отступления для всей группы армий Центр. Разгромив ее, предполагалось выйти на рубеж Каунас-Белосток-Люблина. Амбициозная задача возлагалась на четыре советских фронта. Первый, второй и третий белорусский, а также первый прибалтийский. Общая численность подразделений, задействованных войск, составляла рекордные 2,5 миллиона человек. Широкомасштабной операции «Багратион», как мы сказали, предшествовали 11 неудачных операций меньшего масштаба. Чтобы 12-я попытка не стала провальной, требовались, во-первых, принципиально иной наряд сил и средств, а во-вторых, нешаблонные решения. Одно из таких решений представил Константин Константинович Рокоссовский. Блестящий военачальник, будущий дважды герой и будущий маршал двух стран СССР и Польши. В нем сочетались интеллигентность и огромное личное мужество. Накануне войны он больше двух лет провел в тюрьме по ложному обвинению в измене, выдержал изуверские пытки, но никого не оговорил и виновным себя не признал. Вновь продемонстрировать свое мужество Рокоссовскому пришлось на совещаниях в Ставке Верховного Главнокомандования 22 и 23 мая 44-го. Военачальник предложил в южной части Белорусского балкона назначить не одно, а два направления главного удара – на Бобруйск и на Слуцк. Это шло вразрез с представлениями Ставки о методах ведения войны. За три года войны Красная Армия выучила горький урок – при наступлении ни в коем случае нельзя распылять свои силы. Направление главного удара должно быть только одно, остальные должны быть вспомогательными. Рокоссовский взял на себя смелость оспорить опыт предшествующих боев. В Беларуси Красная Армия предстояло наступать через леса и болота. Не широким фронтом, а через отдельные узкие места, проходимые для людей и техники. В такой специфической местности чрезмерная концентрация войск приведет к пробкам и заторам. Советские части будут дышать друг другу в спину, а значит, вступать в бой не одновременно, а по очереди. Следовательно, в данном конкретном случае целесообразно разделить силы. Рокоссовский вспоминал. Дважды мне предлагали выйти в соседнюю комнату, чтобы продумать предложение. После каждого такого продумывания приходилось с новой силой отстаивать свое решение. Убедившись, что я твердо настаиваю на нашей точке зрения, Сталин утвердил план операции в том виде, как мы его представили. Белорусский балкон были готовы оборонять около 900 тысяч солдат и офицеров вермахта, плюс венгерские части и коллаборационисты. Гитлеровские войска опирались здесь, на сеть оборонительных сооружений глубиной до 250 километров. Немцы ожидали от советских войск определенных наступательных действий на этом участке фронта. Но они никак не предполагали, что именно Беларусь с ее лесами и болотами может стать местом главного приложения усилий Красной Армии в ходе летней кампании 44-го года. Группа армий «Центр» была многочисленной, но основную часть своей военной техники она передала армиям, которые должны были остановить предполагаемое советское наступление в Украине. К примеру, под Витебском стояла 3-я танковая армия генерал-полковника Георга Рейнгерта, в составе которой, несмотря на ее название, не было ни одного танкового соединения. Она почти целиком состояла из пехоты. Командующей группой армии «Центр» на тот момент был генерал-фельдмартел Эрлст Буш. Это был исполнительный офицер, преданный Гитлеру. Однако, в отличие от Вальтера Моделя, он не считался гением обороны. Если бы Берлин заранее знал, что именно группе армий «Центр» придется отражать крупнейшее из наступлений, которые когда-либо предпринимала Красная Армия, то во главе нее поставили бы, конечно, именно Моделя. Забегая вперед, заметим, что Вальтер Модель сменит Эрнста Буша на посту командующего уже на шестой день советского наступления в Беларуси. Однако положение это уже не исправило. Готовя операцию «Багратион», советская сторона шла на повышенные риски. Советским танкам предстояло идти через болото по узким гатям. Это такие специальные деревянные настилы. Пехотинцам приходилось массово изготавливать плоты и волокуши для пулеметов. А для самих себя они были вынуждены мастерить болотоступы. В настолько неблагоприятных условиях единственным шансом была внезапность. На нее и был весь расчет. Подготовка операции шла в строжайшей секретности. Малейшая утечка, и немцы срочно перебросят свои резервы из Украины в Беларусь. И тогда наступление обречено. Информацию командующим разного уровня давали очень дозированно. Все планы составляли от руки и передавали лично. Радио не использовалось. Огромные массы войск, многие сотни тысяч солдат, тысячи танков и самоходок, десятки тысяч артиллерийских орудий. Все они перебрасывались на исходные рубежи исключительно по ночам. Водителям запрещали включать фары. Чтобы избежать столкновений, задние борта и капоты грузовиков красили белой краской. Перед рассветом движение на дорогах прекращалось. В течение светового дня люди и техника должны были тщательно быть замаскированы. Расположение войск постоянно облетали советские самолеты. Если летчик замечал плохо замаскированную часть, он сбрасывал ей специальный вымпел. Он означал, вас видно с воздуха, срочно примите меры. Красной армии удалось скрыть масштабы своих приготовлений. Немецкая разведка заметила некоторые перемещения советских частей, но оценила их как подготовку к отвлекающему удару. Главный удар немцы по-прежнему ожидали в Украине. 22 июня 1944 года, в третью годовщину начала Великой Отечественной войны, Красная армия начала разведку боем, захватила первые немецкие рубежи. Фактически это было началом операции Багратион. На следующий день, 23 июня, основные силы советских войск пришли в движение на севере в направлении Витебска. 24 июня на юге вступил в дело 1-й Белорусский фронт под командованием Константина Рокоссовского. Полководец лично притворил в жизнь идею двух одновременных главных ударов. На участках прорыва Красная армия обеспечила высочайшую концентрацию артиллерийских орудий на километр фронта. В бой массово пошли новейшие советские средние танки Т-34-85. В своем классе они были лучшими танками Второй мировой войны. С воздуха позиции гитлеровцев обрабатывали бомбардировщики и штурмовики Ил-2. Их еще называли летающими танками. Уровень взаимодействия между разными родами войск был на редкость высоким. Кроме того, из немецкого тыла навстречу прорвавшимся частям двинулись партизаны. В Белоруссии в годы оккупации было немало так называемых партизанских краев. Это территории и населенные пункты в глубоком гитлеровском тылу, где партизанские отряды сумели восстановить советскую власть. В дни операции «Багратион» эти партизанские края сыграли важную роль. Их учитывали при планировании наступления. Уже за первые 12 дней операции основные силы группы армий «Центр» были разбиты. 3 июля Красная Армия при активном содействии партизан освободила Минск. 16 июля в городе прошел особый партизанский парад. В нем приняли участие 30 партизанских бригад. Одним из участников парада стал козел по кличке Малыш. Он еще в 43-м году прибился к партизанскому отряду борьба. Храбрый козел прошел многие километры партизанскими тропами. Он не раз участвовал в боях, перенося на себе санитарную сумку. На хронике плохо видно, но специально для торжественного марша малыша украсили трофейными немецкими наградами. Операция «Багратион», она же белорусская операция, завершилась 29 августа. Она вошла в историю не только как одно из самых дерзких по задумке, но и как одно из самых успешных наступлений за всю военную историю. В течение 10 недель боев группа армии «Центр» фактически прекратила свое существование, хотя ее остатки и продолжали сражаться до конца войны. Была освобождена вся Беларусь, часть Латвии и Литвы, восточные районы Польши, вплоть до пригородов Варшавы. Продвижение Красной Армии составило 550-600 километров. Вермахт потерпел разгром, равных которому еще не было. Если под Сталинградом Гитлер потерял армию, то в Беларуси группу армий. Операция «Багратион» позволила установить новые факты о преступлениях гитлеровского режима. На территории Беларуси советские власти насчитали 628 деревень, сожженных вместе со всеми жителями. Самый известный из них – это Хатынь. Здесь 22 марта 43-го года нацисты и их пособники загнали в сарай и сожгли живьем 149 человек, в том числе 75 детей. В общей сложности оккупанты уничтожили четверть населения республики. Близ Минска солдаты Красной Армии обнаружили одно из крупнейших мест уничтожения людей – Малый Тростенец. Здесь погибли более 200 тысяч человек – белорусов и евреев, как местных, так и привезенных из Европы. Еще страшнее оказался нацистский лагерь «Майданок», обнаруженный Красной Армией недалеко от польского города Люблин. Здесь погибло меньше людей, чем в Тростенце – около 80 тысяч. Однако впервые перед цивилизованным миром предстала воочию настоящая фабрика смерти с газовыми камерами, крематориями и педантично отсортированными личными вещами убитых. В дальнейшем на территории Польши Красная Армия обнаружит еще пять подобных лагерей – Хельмна, Бельжец, Собибор, Треблинка и Аушвиц. 17 июля 1944 года Москва увидела большой вальс. Но не танец и не одноименную американскую музыкальную кинокомедию, очень популярную в СССР. Большим вальсом называлась операция НКВД, в рамках которой по столичным улицам прошли солдаты и офицеры, захваченные в плен Красной Армии во время разгрома вермахта в Беларуси. В 11 часов две колонны немецких военнопленных, всего около 57 тысяч человек, двинулись в путь со стадиона «Динамо» и под Рома на Беговой улице. По Ленинградскому шоссе и улице Горького они дошли до Садового кольца, где разделились. Одна колонна отправилась по часовой стрелке в сторону Курского вокзала, а другая в противоположном направлении мимо парка культуры в район станции Канадчикова окружной железной дороги. Во главе колонн шли 19 генералов и 6 полковников. Им разрешили привести в порядок мундиры и надеть награды. Младшим офицерам и рядовым позвольно намного меньше. Они шагали по Москве в том виде, в каком попали в плен. Грязные, небритые, в разорванной форме, зачастую и вовсе в кальсонах или босиком. На станциях назначения военнопленных сажали по вагонам и увозили в лагеря. Шествие растянулось почти до вечера. За колоннами ехали поливальные машины, демонстративно очищая асфальт московских мостовых от нацистской грязи. Конечно, большого логистического смысла в конвейировании пленных по столице не было. Это был жест в первую очередь пропагандистский, призванный показать союзникам и всему миру небывалый успех операции «Багратион». Подчеркнуть победу Красной Армии на Восточном фронте. Нацисты, мечтавшие пройти по Москве в качестве победителей, смогли попасть в нее, только потерпев чудовищное поражение. Хотя официально об этом шествии сообщили лишь утром того же дня, слух моментально распространился по городу, и москвичи заполнили улицы, балконы и крыши домов по ходу следования колонн. Власти опасались беспорядков, рукоприкладства и попыток устроить самосуд над военнопленными, но ничего подобного не было. Никто не бросал в немцев камнями и не пытался их побить. Москвичи наблюдали за шествием в угрюмом молчании. Не хотелось ни смеяться, ни говорить ничего. Стояла глухая тишина. Люди стояли молча. Вряд ли кто-то улыбался. И немцы шли молча. Слышан был только гул шагов по мостовой. Война шла уже больше трех лет. Так или иначе, она коснулась всех, кто наблюдал за этим маршем военнопленных. Многие похоронили близких, потеряли родной дом, остались инвалидами. Но теперь, видя на расстоянии вытянутой руки поверженных врагов, совсем не страшных, а наоборот жалких, оборванных и несчастных, они не испытывали ни гнева, ни желания отомстить, ни радости, ни счастья. Только чудовищную усталость от войны, которой, казалось, нет ни конца, ни края. Москвичи, провожавшие глазами колонны немецких пленных, как и все другие граждане СССР, жили военными сводками. Не только с Советско-Германского фронта, но со всех фронтов. О победах союзников говорили по радио, и люди воспринимали их так же, как и победы Красной Армии. На стенах домов в советских городах стало особенно много агитационных плакатов, рассказывающих о сотрудничестве Советского Союза с Великобританией, США и Францией, которые после четырех лет оккупации было суждено оказаться в числе победителей. Обычно на этих плакатах изображали карикатурного Гитлера, получающего удары штыком и слева, и справа. И это правда было так. Встреча советских и союзных войск была уже вопросом времени. Как справедливо было написано на одном из плакатов «Растет ударов наших сила день ото дня! Для Гитлера восток могила, а запад западня!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова